Загадочный ДТП японского внедорожника. Как не попасться на уловку мошенников в городской чемпионат по волейболу в самом разгаре. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. ДТП, которое оставило массу вопросов. Сегодня примерно в 10 часов утра напротив городского музея прохожие могли наблюдать следующую картину. Разбитый Лексус, который из бордюра заезжает на проезжую часть. Как говорят очевидцы, машина вылетела на главную дорогу с внутренней. Перед этим она проехалась по разделительной полосе. Именно там автомобиль получил повреждения от ударов с деревьями. Ну а в чем загадка этого ДТП мы расскажем в 18 часов 30 минут в итоговом выпуске новостей. Полиция предупреждает, за последнее время в городе и районе не участились случаи социального мошенничества. Для того, чтобы возможная встреча со злоумышленниками не влетела в копеечку, участковые и полномоченные в очередной раз совершили обход своих участков. Помимо устных предупреждений, полицейские раздают памятки. В них-то подробно и описано, как не попасться на крючок аферистов. Почти как в 19 веке на улице Лесная, села Прости до сих пор нет газоснабжения. Жителям приходится отапливать свои дома по старинке, дровами. На это способны не все, да и удовольствие это не дешевое. Потому многие уезжают в город. До ближайшего газопровода всего 400 метров, но найти деньги на проведение голубого топлива в сельсовете пока не могут. В Нижнекамске продолжается первенство города по волейболу. Накануне команды провели очередные матчи, открывали игровой день волейболисты Политехнического колледжа и команды «Витязь». А последние одержали уверенную победу 3-0 по партиям. С таким же счетом закончилась вторая встреча игрового дня между «Лучом» и коллективом «Мужской клуб». Где сильнее оказались игроки команды «Луч». Что нового и интересного можно прочитать на страницах газеты «Нижнекамское время» подробности ДТП с пострадавшими. Это и многое другое уже в следующем выпуске новостей в 17 часов. Также оперативные новости вы можете узнать на сайте ntrtv.ru и на радио ДФМ Нижнекамск. Оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи.